Значит, я сегодня поговорю про кардиомедополический синдром в перековидном периоде. Значит, это немножко такая новая тема, мы ее раньше не очень брали в оборот, хотя мы все время говорили о патологии, связанной с сердечно-сосудистой патологией при ковиде-19, и все то, что вокруг него, вот, ну вот сейчас это оформилось в такую тематику. Значит, данное сообщение не спонсируется, не поддерживается производителем медицинских изделий и лекарственных средств. Значит, что такое перековидный период? Ну, это немножко такой новый термин, хотя, в принципе, мне он понравился, потому что он как бы объединяет в себя все. И острую инфекцию, то, что мы, собственно, называем ковидом-19, последствия острой инфекции, потому что это могут быть последствия обусловлены, например, применением искусственной вентиляции легких или гемодиализа при острой почечной недостаточности, который, в общем-то, к ковиду, ну, по большому счету, не имеет отношения, но, тем не менее, это достаточно серьезная ситуация. Дальше это тот самый постковидный синдром, о котором мы так много говорим постоянно, и поствакцинальный ковидоподобный синдром, про который мы тоже впервые заговорили уже где-то полтора года назад, и мы видим, как он дает все больше и больше симптоматики, в частности, мы видим, например, Гиен-Борре, ну, режиссера Звягинцева, я здесь показывал этот случай, когда пропустили фактически развитие Гиен-Борре, восходящего полирадикулоневрита, ну, и больной теперь находится в состоянии тяжелом, обездвиженном, в общем, не может ходить самостоятельно. Вот, а все началось с прививки. Мы рассматриваем весь перековидный период как воспаление с развитием поражения эндотелий тромбоваскулита, так называемый воспалительный ДВС-синдром. Мы не знаем сегодня природу этого явления, является ли здесь пусковым фактором вот этот пресловутый, про который много уже написано и сказано, шиповидный белок, или же это прямое повреждение эндотелия вирусом, что меньше похоже на правду, или же это развитие аутоиммунных процессов, но почему они такие специфические, тоже вопрос остается открытым. Тем не менее, мы больше склоняемся к каким-то аутоиммунным процессам в той или иной степени выраженности. Даже то, что вот в просторечии такой кухонный разговор про цитокиновый шторм, сейчас он как-то немножко погас, это ведь тоже на самом деле цитокины, это тоже аутоиммунные процессы. Мы точно видим следствие, не зная патогенеза, до конца не зная патогенеза, понимая при этом и теологию, как-то ни странно, но следствие мы видим и пытаемся направить терапевтические стратегии в это патогенетическое русло. То есть мы даем антикоагулянты, мы в некоторых случаях с легкой руки Андрея Алексеевича даем гормоны, мы назначаем плазму ФРС, и здесь, конечно, другие подходы, включая большой арсенал симптоматических средств, и, конечно, здесь и гипотензивные, и противодиабетические препараты, все это тоже используется. Напоминаю, я много раз показывал этот слайд, просто люди приходят иногда новые, поэтому надо все-таки повторять снова и снова. Это атлас 2020 года, где четко видно развитие воскулита, тромбовоскулита с классическим для ДВС-синдрома сочетанием тромбозов мелких сосудов и геморрагических осложнений в виде диапедеза эритроцитов, а иногда и более крупных кровоизлияний, отек тканей. Вот. И в данной серии просто представлен тромбовоскулит головного мозга, то есть это нельзя назвать никаким инсультом, но, тем не менее, это имбибиция эритроцитами может быть в некоторых случаях. И, ну, вот здесь вот, так сказать, достаточно хорошо ее видно. Не знаю, показывает у меня или нет. Но, в общем, на правом слайде, на правом снимке четко видно пропитывание эритроцитами ткани мозга. Особенностью ДВС-синдрома при COVID-19, что отличает, например, COVID-19 от гриппа H1N1 абсолютно точно, что здесь в основе активации свертывания лежит в первую очередь воспаление. То есть это тромбовоспалительное взаимодействие. Активация свертывания происходит по внутреннему пути, через 12-й фактор, через иммунный комплекс, через воспалительные цитокины. А это такой спокойный путь активации свертывания, не дающий резкий, взрывообразный, как при сепсе, картины ДВС-синдрома. Поскольку нет распада клеток, нет компонентного внешнего пути свертывания, который, собственно, и чаще всего принимается за ДВС-синдром, хотя это просто разные формы одного и того же. При внешнем пути свертывания гибнут клетки, в первую очередь эндотелия, и факторы свертывания, третий фактор свертывания, попадает в кровь и быстро активирует массивное тромбообразование. Вот. Поэтому, конечно, ДВС здесь отличается и от сепсиса, и от гриппа H1N1 или свиного гриппа, потому что в том числе нет выраженного оксидативного компонента. Например, степень фибрина у легкого настолько меньше, что когда просто взвешивали кусочки легкого при гриппе H1N1 и при ковиде, то соотношение 1 к 3 по весу, то есть при гриппе H1N1 легкое пропитанное фибрином, жидкостью, оно в три раза тяжелее, удельный вес в три раза больше, чем при инфекции COVID-19. То, что необычно, и тоже отличает, кстати говоря, ковид, это привязка какая-то к мозговым тканям, энцефаломиелит или панмиелит. Трудно сейчас точно дать определение, потому что речь идет о поражении мозговых тканей как центральной и периферической нервной системы, так и вегетативной, и мозговых тканей, расположенных в органах, с нарушением функции этих органов. Но совершенно точно, что основная палитра симптомов связана с поражением мозговых тканей. Лихорадка центрального генеза. Напомню, с первых дней шел разговор о том, что парацетамол не работает. Кстати, прекрасно работает анальгин. Почему? Да потому что здесь нет воспалительного генеза лихорадки. Эта лихорадка в значительной мере связана с нарушением функции терморегулирующего центра, установочной точки, а не с всем каскадом воспалительных реакций, которые приводят к обычной гипертермии. Выражена сильнейшая слабость, когда люди не могут встать с кровати. Очень тяжелые головные боли. Нарушение обоняния и вкуса. Анасмии и дозговии. Причем есть специфические МРТ-изменения, которые точно подтверждают, что это поражение нервной системы. Чувство заложенности груди, нарушение ритма сердца, не связанное с патологией миокарда. Заложенность груди тоже не остеонокардитическая, это кардиологическая вещь, которая в первую очередь обусловлена поражениями какими-то центральной нервной системы. Нарушение регуляции АД имеется в виду, что участие в повышении, участие в понижении давления. Развитие поносов, панические атаки, необычное сновидение, грубое нарушение настроения. Все это характеризует поражение нервных тканей при ковиде. Когда мы говорим о кардиометаболическом синдроме, то возникает на самом деле довольно странный вопрос в том, что, в общем-то, такого синдрома как такового нет. То есть нет точно очерченной клинической ситуации, которую бы можно было назвать кардиометаболическим синдромом. Вместе с тем сюда относят ожирение, артериальную гипертонию, появление преддиабета и сахарного диабета, вторичные нефропатии, в том числе связанные с подакрой. Но как-то вот нозология здесь все-таки не проглядывается пока. При этом, когда начинаются дополнительные исследования, начинают изучать эту такую сочетную патологию, то на первое место вылезает эндотелиальная дисфункция. По-видимому, это главная причина развития этих заболеваний. Сопровождается это инсулинорезистентностью, гиперинсулиномией, то есть сахар, глюкоза не усваивается в условиях высокого уровня инсулина, нарушается обмен липидов, появляется микроальбоминурия и как следствие артериальной гипертонии развивается гипертрофия левого желудочка. Ну вот здесь на слайде, взятом из клиники, я знаю, Салмановича Баркагана, автора Воробьева, Шумахер, Хорева и так далее. Здесь вот показана тема, связанная с активацией эндотелина. Да, вы видите, что гипоксия, ангиотензин-2, катахоламины, не уверен в липопротеидах низкой плотности, что они напрямую здесь влияют, тромбин, гипергликемия, напряжение сдвига вызывает появление эндотелина-1, который воздействует на эндотелиальные клетки. А с другой стороны воздействует НО, предсердный натриотический гормон, простагландин Е2 и простоциклин, которые блокируют поражение эндотелиальных клеток. Ну и вот этот баланс, он как бы нарушается здесь в сторону активации процессов, связанных с поражением эндотелиальной клетки. Именно дисфункцией эндотели, по-видимому, должна быть отведена роль первой скрипки при развитии кардиометаболического синдрома, поскольку именно она объединяет, на первый взгляд, необъединяемые синдромы, симптомы и состояние. К сожалению, сегодня не так много работ по изучению патогенеза, тем более по его терапии. Хотя мы понимаем, что COVID-19 в целом придал огромный импульс самым разным исследованиям во всех областях медицины, и я думаю, что здесь тоже будет сделан определенный успех. На самом деле, если мы с вами вспомним, то с самых первых дней появления COVID-19 заговорили о том, что есть факторы риска, которые утяжеляют состояние и дают плохой прогноз. И среди этих факторов риска на первом месте было ожирение, сахарный диабет и артериальная гипертония. Ну, на самом деле, я бы сказал, что это общее соображение, что всегда ожирение, диабет и гипертония ухудшает течение любой болезни. То есть, это некое общее место. Пожилые диабетики, гипертоники всегда болеют тяжелее. Ну, это справедливо, но на самом деле не всегда правильно. Значит, изо всех утюгов нам рассказывали о том, как массово погибают старики. Особенно красочно это выглядело, как в кадрах из Италии. Потом, правда, оказалось, что все это фейки, массовые похороны на военных грузовиках и эти бесконечные гробы, все это оказалось фейк-ньюсом. Просто это снято было задолго до того, ну, а нам подсовывали это как пужалку для того, чтобы мы боялись ковида. Вот. Потом накал страстей спал, и статистика не очень подтвердила эти очевидные логические построения. Во всяком случае, сегодня вы не увидите статьи о том, что твердо доказано, что сахарный диабет приводит к резкому повышению летальности при остром ковиде. Я таких работ, вот однозначных работ, где вот прям так написано в лоб, я их не видел. И сейчас я чуть позже их покажу. Вот. При этом мы, как и при гриппе H1N1, вы помните, что там как раз умирали молодые и здоровые, а совсем не пожилые. Что там основной фактор риска смерти как раз был у беременных, а не у стариков. Ну, здесь, конечно, при ковиде ситуация более распределенная по полу и возрасту, но, тем не менее, мы не можем однозначно утверждать, что старики очень быстро умирают от ковида. Да, если это тяжелый больной, да, если у него полно разных болезней, недостаточной, сердечной, почечной и так далее, конечно, возможность у него умереть гораздо выше, чем у молодого и здорового. Но, вот в целом, не получается так. Вы мне сразу можете возразить про дома престарелых. Ну, я напомню, что в домах престарелых, во-первых, люди не просто престарелые, а чаще всего достаточно хорошо больны. Во-вторых, там идет внутри больничная огромная заболеваемость ковидом. Он все-таки достаточно контагиозен, и если в стационарном учреждении появляется больной с ковидом, то перезаразить он должен практически всех и достаточно быстро. Ну, тут можно спорить и дальше, можно смотреть статистику, но пока так, в общем, не вырисовывается. Сахарный диабет это статья, посвященная постковидному синдрому или лонг-ковиду. Тут разные термины используются, поэтому не всегда можно понять, о чем идет речь. Речь идет о метаанализе. Сахарный диабет второго типа имеет двунаправленную связь с COVID-19. Причем диабет влияет на постковидный синдром через различные патофизиологические механизмы. Значит, COVID может усиливать, усугублять тахикардию, саркопения, мышечную усталость, микроциркуляторную или сосудистую дисфункцию с повреждением органов у пациентов с диабетом. Ну, как бы связь есть, но что происходит, как это все патогенетически взаимосвязано, ну, на мой взгляд, не очень четко в этой работе изложено. Ну, естественно, наиболее распространяется сопутствующая заболевания пациентов с постковидом. Гипертония, диабет, сердечно-сосудистая, заболевания легких и ожирения. Значит, гипертония и сахарный диабет были зарегистрированы 35-26% больных с постковидом, тогда как сердечно-сосудистая и легочная в 16,9%. Ну, мне тут у меня возникает вопрос, что-то сердечно-сосудистые заболевания и легочные заболевания. Так что мы только что с вами сказали, что многие проявления якобы сердечно-сосудистые и легочные тоже, в том числе нарушение дыхания, одышка в кавычках, это на самом деле не патология сердца и не патология легких. Это патология регуляторная. Вот, то есть это кардиология, тахикардия, диспное и к поражению сердца легких отношений не имеет. Но, тем не менее, мы видим, что и гипертония, и диабет у большого числа пациентов с постковидом. Честно говоря, мы такую статистику не оценивали. Значит, но в то же время есть сообщение, их не так много, что после ковида начинает развиваться гипертония, иногда очень тяжелая, и сахарный диабет. Сказать, что таких статей масса, я бы не смог, но, тем не менее, такие статьи есть. Вот, и вот здесь вот как раз такие примеры. Смотрите, 211 пациентов госпитализированных с ковид-19, да, это статья августа 22-го года, то есть это свежак, что называется. Давление поднялось и систолическое, и диастолическое после ковида существенно по отношению к поступлению с ковидом больных, да, то есть постковидная гипертония развилась, причем у 8,5% через месяц примерно была диагностирована артериальная гипертензия, то есть не просто поднялось статистически значим, но просто был поставлен диагноз. Хотя мы, когда говорим об интоксикации, о том, что люди, так сказать, болеют и так далее, остыния, то мы снижение давления все-таки ожидаем, а не повышение. А здесь мы видим ровно обратно тому ситуацию. Давление повышается после ковида, 80,5%, согласитесь, это огромный процент для такой патологии. мы наблюдали более 6 тысяч человек за два года в нашем медицинском бюро, где мы занимаемся дистанционной помощью больным с перековидным периодом. Мы, к сожалению, не посчитали частоту вот этой впервые развившейся гипертонии, хотя мы ее видим. Мы видели очень четкое обострение гипертонии у тех, кого она была раньше. То есть шли больные на какой-то своей терапии, тихо-мирно сосуществовали свои гипертонии, ковид или постковидный синдром, и гипертония становится то, что раньше называлось злокачественной гипертонии, то есть она уходит под контроль обычной терапии. Вот. Мы видели очень высокие цифры артериального давления, до 300 мм штутного столба. Я таких цифр, ну, я видел и такие и раньше цифры, но я все-таки работал в гемодиализе, поэтому у меня есть некоторый опыт работы с такими пациентами. Но вот в обычной жизни все-таки 300 мм, это, кстати говоря, не каждым тонометром можно померить. Вот. И еще раз повторюсь, мы видели рефрактерность проводимой гипертонии. Поэтому мы больных с гипертонией наших ведем на коротких ингибиторах АПФ. Мы это подобрали терапию как-то сразу. То есть мы расценили ситуацию как некий гипертонический криз или, скажу неприличное слово, обострение гипертонии и просто даем им капотен в больших иногда довольно дозах. То есть несколько раз в сутки даем капотен, и, как правило, это позволяет купировать такую артериальную гипертонию достаточно быстро. Вот. Значит, вот еще одна работа. К сожалению, текст статьи на сегодняшний день недоступен, хотя его можно разыскать, но это был припринт из Румынии. Вот. Ну, как-то его сняли. 217 пациентов госпитализированы с ковидом. Большинство со средне-тяжелой формой заболевания. Вот. И у больных впервые возникшие артериальные гипертонии были высокие уровни маркеров воспаления. Да, то есть это ЦРБ, прокальцитонин, ферритин, дедимер, значит, НТ, проба, НП у половины, а вот тропонин 4-16%. 4% да, в общем, ни о чем, согласитесь. Да, повышена частота, наверное, если говорить о популяции, но в целом это не очень большой показатель. То есть речь идет об общевоспалительной такой реакции. Причем у 62% больных было снижение клубочковой фильтрации и имелось микроальбуминомии, микроальбуминурии, простите. То есть это явные признаки поражения почек. Ну, соответственно, конечно, мы знаем, что ДВС-синдром это поражение, острое поражение почек, он может быть при тяжелом течении ковида. Тут у меня не возникает вопрос и может быть отчасти это объясняет появление артериальной гипертонии. Но все-таки почки точно не являются главным фактом, потому что ОПН все-таки развивается спустя довольно продолжительное время и только у тяжелых больных. А на самом деле микроальбуминурии может быть и следствием гипертонии, а не демонстрировать поражение почек. Поэтому здесь пока у меня я бы сказал так вопрос открытый. Очень любопытная статья против локдауна. Ну, против, не против, но как минимум. Больные с сахарным диабетом второго типа имели значительный рост уровня гликированного гемоглобина, значительный прирост индекса массы тела после изоляции, вот, а с холестерином как-то не получилось. То есть были значительно низкие уровни общего холестерина, три глицеридов и холестерина, липопротеид в низкой плотности и более высокие уровни холестерина, липопротеид в высокой плотности. Ну, казалось бы, первые две позиции, да, гиподинамия не позволяет сжигать сахара, соответственно, растет гликирный гемоглобин. Люди ничего не делают, у них растет вес, это понятно. А вот с атеротромбозом, казалось бы, должно быть, должно было быть повышение вот в той логике, которую мы всегда слышим, липопротеидов низкой плотности, а они наоборот снизились. И это довольно удивительно. То есть не было воспаления, поскольку люди в локдауне, это здоровые люди, да, и соответственно, у них не обострялся атеротромбоз. На самом деле, я напомню, наша позиция, она многолетняя, мы многократно повторяли, холестерин это не результат переедания. Никакая диета от холестерина не помогает от слов совсем. Холестерин нужен организму, ну, как минимум, для того, чтобы думать, для того, чтобы строить наши с вами клетки, но самое главное, что холестерин это транспортное вещество, которое переносит жирорастворимые вещества в организме и его уровень всегда повышается при воспалении. То есть холестерин это такой же, на мой взгляд, это гипотеза, которую я не проверял, но я абсолютно уверен в ее правомерности, что холестерин это воспалительное вещество, маркер воспаления, как ферритин, которого мы тоже раньше так не рассматривали. На самом деле у нас была работа очень любопытная по альбумину. Мы как-то привыкли, что альбумин это белок, который поддерживает там какое-то давление, мембрана, не дает вытекать жидкости или еще какая-то. Ну, все-все-все правильно, в осмосе все-все хорошо, я не против этого всего, но оказалось, что у нее есть транспортные функции, что у нее есть определенные домены, которые прикрепляют к себе нечто, их можно измерить физически, измерить, вот, и эти домены блокируются при воспалении, при инфекции, при опухолях, и в этом случае альбумин действительно перестает работать как транспортное средство, как белок, переносящий что-то, и оставляет за собой только регуляторику вот этого самого внутрисосудистого давления, но при этом резко снижается противоинфекционная защита. эти данные у нас опубликованы, это были тяжелые больные с операцией по поводу больших опухолей брюшной полости, малого таза, и мы показали, что вот эти сниженные доменные связи при альбумине сопровождаются развитием гнойноцептических осложнений, даже смертью. Это была очень большая работа, тяжелая работа в онкологическом центре выполнена, вот, ну, она очень интересна, на наш взгляд. Поэтому здесь с холестерином, на мой взгляд, является, ну, прямая корреляция с холестерином. Вот, еще одна работа, тоже август 22-го года, 5000 больных в когорте, жирные кислоты отличались между собой в бессимптомной группе по сравнению с ПЦР-плюс и больными симптомами на ПЦР-минус. Более высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот по сравнению с мононенасыщенными жирными кислотами было связано с более низкими шансами на длительный ковид и не ковид заболевания. Ассоциация абсолютных уровней муфы с развитием лон-ковида довольно высокая. Сочетание триглицеридов и липидов были связаны с повышенным риском длительного заболевания как ЦР-плюс так и ПЦР-минус. Как и соотношение триглицеридов и фосфоглицеридами. Более высокий уровень липопротеидов высокой плотности и более крупные частицы липопротеидов высокой плотности были связаны с бессимптомными случаями. То есть то, что мы называем хорошими липидами или хорошим холестерином опять же извините за кухонный разговор дает меньшую корреляцию с продлением симптоматики при ковиде. А нет симптоматики значит нет воспаления собственно. Какая симптоматика? Это что? Воспалительное заболевание. Значит чем больше у нас липопротеидов низкой плотности тем выше вероятность во-первых тем выше клинические проявления воспалительной реакции тем выше вероятность развития в последующем постковидного синдрома. Значит еще одна работа ну она правда старая уже относительно старая мы теперь старые или новые месяцами меряем раньше мы десятилетиями говорили а это 10 лет назад а это 5 а сейчас мы говорим вот это в августе а это уже в июле она уже старая ну нет здесь все-таки декабрь 2020 года значит 550 пациентов с первым выявленным диабетом появившимся до заболевания и в перековидный период но перековидный период это уже в современной транскрипции значит при ковиде были выявлены более высокие уровни глюкозы натощак после приема пищи гликирного гемоглобина по сравнению с неболевшими пациентами то есть ковид сам по себе приводит к повышению уровня глюкозы как не спрашивайте обе группы имели высокий средний индекс массы тела ну здесь понятно значит уровень цепептида то есть индикатор выработки инсулина натощак был значительно выше в группе болиных с ковидом по сравнению с теми кто не болел но не было связи между уровнем цепептида и гликемическими параметрами между положительными и отрицательными по антителам ковид-19 то есть если человек болел выработка инсулина у него была более выражена чем у тех кто не болел а ПЦР плюс ПЦР минус тут никак или там антикетила не играли никакой роли вот то есть все-таки ковид приводит каким-то образом к более выраженной гипергликемии фактически мы с вами видим инсулино-резистентность клеток что такое высокий инсулин значит что инсулин не переводит при том что относительно высокий уровень глюкозы в крови значит инсулин не переводит глюкозу внутрь клеток что такое инсулино-резистентность это отдельный вопрос который требует наверное более детального освещения значит поперечные исследования 50 тысяч человек это марта 22 года 3 и 4 процентов был диагностирован постковидный синдром и были обнаружены изменения липидного обмена и ожирения и было сказано что это сильные факторы риска развития постковидного синдрома ну вот это довольно интересная тема что ожирение как фактор развития постковидного синдрома но опять получается что мы рассматриваем всю эту тему через воспаление через призму метаболических нарушений то есть есть четкая связь между нарушениями вот этого метаболического характера и развитием постковидного синдрома чем же плохо кардиометаболический синдром почему мы на него обращаем внимание ну вот в июне 22 года опросили 273 273 индуса значит у 12 процентов в острой фазе и в 5 процентах после ковида развелась депрессия ну депрессия и депрессия причем здесь депрессия и вдруг выяснилось что независимым предиктором депрессии в краткосрочный период после ковида был на минуточку сахарный диабет и второе число симптомов на момент начала заболевания то есть чем тяжелее болел человек и у него был более выраженный сахарный диабет тем хуже у него было с депрессией ну вот какое отношение депрессии имеет к диабету на первый взгляд ну просто никакого но правда сегодня депрессия рассматривается как результат воспалительных изменений в тканях головного мозга на минуточку таких работ довольно много и для меня это было полным откровением когда мне об этом рассказали психиатры вот поэтому вывод в данной статье что больные с постковидом с большим количеством симптомов и сопутствующим диабетом чаще имеют коморбидную депрессию ну вот тут конечно немножко такая навороченная работа 47 тысяч человек за 140 дней после ковида были повторно госпитализированы 14 047 и более одного из 10 человек умерли после выписки то есть это показатели в 4-8 раз выше чем в контрольной группе частота респираторных симптомов 770 диагнозов на 1000 человек и лет диабета 758 на 1000 сердечно-сосудистых нарушений 122 была значительно выражена у пациентов с ковид-19 то есть четко совершенно диабеты и сердечно-сосудистые какие-то проявления они на ковиде обостряются вот и здесь сказано что нет связи между возрастом но при этом есть определенные этнические ограничения потому что в разных этнических группах это все себя ведет по-разному кстати говоря довольно много сейчас работ по этническим группам причем афроамериканцы например разделяются даже по тому это континентальные или какие-нибудь островные афроамериканцы очень противоречивые работы пытались найти какие-то корреляции между диабетом и проявлениями постковидного синдрома хроническая усталость то что так сказать основной симптом на который обращает внимание в группах с высокой распространенностью диабета и гипертонии 64-76% значит ну в общем-то какие-то исследования подтверждают а в других исследованиях это полностью опровергается и цифры 13-17% всего лишь при гипертонии и диабетом вот ну то есть хроническая усталость как-то ну не очень так ложится напрямую коррелирует с диабетом и гипертонией та же работа с одышкой ну мы знаем что одышка симптом не связаны все-таки с поражением легочной ткани в основном это поражение нервной ткани вот и здесь тоже каких-то очень высоких хороших корреляций нет хотя не пишу одышка прямо у всех у всех у всех кашель опять же возвращаемся к тому что кашель это центральное происхождение симптом мы только что обсуждали при остром ковиде ситуацию что кашель надо подавлять препаратами воздействующих на регуляторику вот ну и опять же здесь какие-то аномальные явления что в одном случае там кашля было больше а потом меньше в общем тоже никакой такой вот убедительной зажигательной связи не было вот ну и что делают выводы автора что принято считать что наиболее увязвимым к стойким симптомам ковид-19 являются люди с сопутствующими заболеваниями что лишь частично подтверждено результатами данного обзора хроническая усталость и кашель чаще встречались в популяции отягощенных высокой заболеваниях с диабетом и гипертонией самые высокие показатели одышки были обнаружены в популяциях с высокой распространением диабета но уберенным процентом артериальной гипертензии какая связь между одышкой и диабетом непонятно если бы это было при гипертонии я хотя бы понимал а здесь как-то это совсем непонятно тем более что еще раз повторяюсь одышка это скорее центрального генеза а не результат поражения легочной ткани ну и удивительное замечание шепатом механизм хронического кашля может быть связан с нейротропными эффектами персистирующим воспалением который там воздействует на волокна ну бог с ним то есть то что мы все время говорим речь идет о поражении регуляторных нервных нервных систем а совсем не о поражении легких или там бронхов глотки и так далее значит 51% больных с постковидом более половины процентов через 6 месяцев после выписки из больницы имели сниженную переносимость физических нагрузок значительное изменение способности к аэробным нагрузкам и у страдающих ожирением было заметное снижение напряжения кислорода в крови гипервентиляция и сниженный вентиляционный резерв прямо вот очень интересно о том мы не знали что повышенный вес ухудшает дыхательную функцию по-моему это просто очевидно ну в очередной раз капитан очевидно сделал хорошую красивую работу правда на 51 пациенте ну ладно вот таким образом мы сегодня просматриваем связь между кардиометаболическим синдромом и перековидными процессами то есть это в общем какая-то связь существует в основе как мы считаем это повреждение эндотелия с последующим развитием внутрисосудистых коагуляций блокады микроциркуляции к сожалению в нашем симптом чекере по постковидному синдрому который доступен в нашем медицинском бюро бесплатно еще раз напоминаю каждый может пройти его нет прямых данных по кардиометаболическому синдрому и мы считаем что нам необходимо в ближайшее время разработать дополнительные деревья решений по ожирению диапету и гипертонии я думаю что в течение там 1-2 недель мы это уже сделаем и выложим это для всеобщего так сказать употребления это не будет новый опросник по кардиометаболическому синдрому это будет просто расширение углубления тех вопросов которые сегодня уже есть в опроснике по постковидному синдрому ну и в заключении я хотел бы сказать что мы с 1 сентября открыли в Москве постковидный центр он называется клиника Павла Воробьева находится он на Серпуховской улице 25 строение 4 это прямо рядом с метро Серпуховская буквально полторы минуты ходьбы меньше 100 метров вот и сейчас уже первые больные к нам идут мы стараемся их обследовать направлять на обследование в другие центры в частности в МГУ пользуясь своими возможностями мы продолжаем вести наших больных в медицинском бюро заочно если кто-то не может прийти приехать в Москву но в нашей клинике мы конечно будем сочетать очное и заочное ведение для этого у нас огромный арсенал современных дистанционных технологий боты которые позволяют отслеживать состояние пациентов это особенно важно для гипертоников для диабетиков у нас будут наверное запускаться специальные программы для этих пациентов то есть сочетание очного и заочного ведения и мы надеемся что это очень хорошо заработает я напомню что у нас уже довольно много центров организовано первый центр появился у нас в Твери в Тверском медуниверситете там на сегодняшний день по их данным прошло примерно 5000 больных с постковидным синдромом дальше появился центр в Белоруссии в Витебске сейчас там проведен сплошной опрос с помощью нашего симптомчекера сплошной опрос целого района там по моему порядка 600 человек уже прошло этот опрос фельдшера ходят врачи в поликлинике опрашивают сейчас формируются центры прямо вот отдельные врачи начали формировать центры в Туле сейчас обсуждается центр в Чечне в Ханты-Мансийске там будет на базе центр реабилитации создан такой центр поэтому мы всех приглашаем технологии у нас сейчас отработаны взаимодействия да мы всех приглашаем к участию это и возможность подзаработать денег и возможность сделать хорошее новое исследование на современном уровне потому что появляются большие базы данных которые довольно легко обрабатываются с помощью средств автоматизации мы все публикуем у нас вышло довольно много уже статей делается диссертация только в Твери по-моему штук 5 запланированных диссертационных работ по постковидному синдрому вот мы все время это все обсуждаем поэтому я всех приглашаю если у вас есть больные пожалуйста направляйте это не только ковид это гематология и ревматология и там я не знаю кардиология гастроэнтерология у нас много разных направлений вот поэтому вы можете присоединяться к нашим к нашей работе спасибо если вы если есть вопросы вдруг светлая память Андрея Ивановича слушайте ну Андрей Иванович 1 ноября день рождения что вдруг светлая память будет ли запись вебинара конечно так апексабан часто дает аллергические реакции не очень понятно прибегнуть к солодексиду нет возможности непонятно а что с солодексид он вообще свободно продается аллергические реакции на апексабан ну я не видел не знаю может быть можно ли назначать риорексабан конечно можно и добегатран можно назначать еще сейчас четвертый а нет четвертый это препарат у нас низкомолкулярный гепарин вот конечно все все взаимозаменяемо у нас в рекомендациях это все довольно подробно расписано переход с одного препарата на другой просто осуществляете вместо приема в этот день в этот час и принимаете другой препарат и дальше идете на нем единственное что у меня дозы я напоминаю что ликвис это 5 мг 2 раза риорексабан это 10 мг 2 раза или добегатран 110 мг 2 раза 2 раза в нормальных профилактических дозах так у выписанных ковидных пациентов часто звучит диагноз сахарный диабет впервые выявленный гормон индуцированный так это введение ГКС по ровноцилу развития диабета или все это ковид не не глюкортикстероид тут ни при чем за короткий промежуток времени когда вы применяете глюкортикстероиды диабет никой не развивается даже если повысится у вас глюкоза то она так же быстро отскочит обратно поэтому если это диабет то это диабет это именно то о чем я рассказываю что развитие диабета при ковиде довольно часто так асептический головка некроз нет мы не видели но это не исключено потому что асептический некроз голодки бедной кости является классическим проявлением антифосфолипидного синдрома поскольку при ковиде в постковидном синдроме но при ковиде там 80% антифосфолипиды плавают у больных то это не исключено и мы все время обсуждаем антифосфолипидный синдром просто у нас нет сил возможности мы используем в основном деньги больных а не ОМС поэтому мы не готовы сейчас на антифосфолипидный синдром направить наши стопы хотя этот вопрос требует проработки мы все время про него говорим все эти годы что антифосфолипидный синдром может быть один из факторов развития постковидного синдрома патогенетически потому что поражение сосудов поражение головного мозга и сетчатой ливида классический вариант ну вот если еще некроз головки бедной кости то это в ту же тему ну еще на самом деле вопрос томатологический что там с зубами потому что мы сегодня сидели обсуждали с врачами стоматолог говорит что были здоровые зубы ничего не было ничего не болело вдруг бак начинает выпадать постковидном синдроме курантилу никакого опыта у нас нет это антиагрегант мягкий мы его никогда не использовали поэтому ничего про него сказать не могу ну телефон для записи а вы наберите клиника Павла Воробьева и там сразу будет сайт и телефон для записи я точно его не помню наизусть были ли случаи развития деменции после ковида ну вот так вот чтобы прямо деменцию мы не видели но конечно у пожилых больных любое заболевание может сопровождаться потом что вы называете под словом деменция дело в том что в постковидном периоде ухудшаются когнитивные функции правда когда психологи этим занялись более подробно выяснилось что это субъективное ухудшение то есть люди говорят да мы стали хуже соображать да у нас как будто затуманенная голова но при прохождении тестов это все не очень четко работает поэтому про деменцию я бы пока с осторожностью хотя если вы помните в прошлом году уже рассказывал про появление амилоидов в комплексах в микротромбах при ковиде амилоид является предшественником ну так считается до сих пор предшественников развития деменции поэтому в принципе вполне возможно нарушение кратковременной памяти очень у многих еще раз это повторяю но является ли это деменцией не знаю не уверен но то что нарушается высшая мозговая высшая мозговая деятельность это безусловно есть вот таких больных полно сегодня мне звонил один довольно высокопоставленный человек который говорит я раньше задачку там какую-то он что-то такое японское назвал я не очень знаю я говорит решал раньше за 5 минут а теперь за 7 меня это беспокоит ну наверное медикаментозная профилактика ковида я такой не знаю я даже не знаю не медикаментозной профилактики нет ни того ни другого не ходите в толпе единственное что может быть поможет вам избежать ковида ну хорошо тогда если больше вопросов нет тогда всем спасибо мы к сожалению сейчас не будем проводить регулярные занятия следующее у нас будет пленарное заседание оно состоится через если я правильно помню через две недели да в среду мы всех предупредим всем сделаем рассылку поэтому ждите наших сообщений кто-то смотрит там кто-то смотрит в там в телеграме в контакте в ютубе вот пожалуйста мы открыты всегда для всех вопросов и присылайте больных если они нужны мы всегда поможем у нас развито такое общение с врачами в этом плане все хорошего спасибо 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 Продолжение следует...